так друзья с новым годом отдыхать не никогда не получилось вопросы идут популярность мне выходит лишними заботами но я не обижаюсь потому что это все что вы увидите должно оказаться в ваших садах в данном случае показываю сертификацию китайка красно-желтая один из самых вкусных сортов которые никогда не дичают которые за тысячи лет никто никогда не прививал добиваясь сохранения качества качество сохраняется генетически всегда сеянцы всегда непривитая и всегда вкусная это один из лучших сортов которые в моей коллекции и красота привать не надо теперь мы будем стрессировать сегодня у нас 3 января так раз 3 января то осталось за высадки 3-4 месяца вот это такой срок чтобы она выдержала 3-4 месяца и преждевременно не проснулась держать придется при температуре близкой к нулю но мы сейчас с вами часть засобцируем мы как бы сказать мы как бы сказать сам принцип излагаем для начала песок вот он значит это песок из пососин вот мы сами берем там песок такие знаете самодельные карьеры он настолько чист что используется нами в этом укладка печей приготовление там того же самого цементного раствора настолько хорош и никогда лично там где я беру не плесневет ваши варианты могут быть все-таки немножко сорганика а тогда нас или прокаливание или промывание горячей воды или даже как многие советуют еще и значит обеззараживание с помощью той же марганцовки и так далее самый простой способ мне ничего этого делать не надо значит про песок поговорили вода у меня из-под грана но там очень вода такая живая я сколько колодец водой поливая не считая не растет даже даже овощи а вода которая в кране это личная вода она более ценна теперь надо выдержать соотношение для чего сервисируем хранение безморозом состоянии на крайне низкой температуре для того чтобы постараться повторить природное качество без сна не просыпаются когда холодный сон холоде в темноте тогда просыпаются берем эту самую кружку любая не размер кружки не имеет значения почему есть главное не размер не территраж а соотношение воды и песка поехали вы видели раз два три четыре пять для начала шесть и такой же объем шесть к одному вначале делаем объясню почему выливаем такой же объем и начинаем перемешивать обычно у меня шесть и семь к одному пока это нам не надо так это потом сторонку размешиваем по идее сейчас должен получиться консистенция такая какая надо слегка сырой песок проверяем вот я всегда это делаю чуть-чуть заранее дело в том что у нас два карьера я как тот бариданом СЛ который не мог выбрать из двух торб где вкуснее овес и умер от голода чтобы понять какой у нас был карьера лучше песок а там немножко структура песка разная вот сейчас я вам покажу это любая кто тесто месите вы это сможете и так смотрите вот видите шесть к одному прекрасно соотношение отличное но здесь важен уже следующий момент мы теперь должны начать соединять и так как просто проще не бывает еще раз говорю самое то соотношение шесть к одному и вот иногда я делаю 7 к одному но это уже для абрикосов объясню чуть позже и так на дно высыпали открываем банки банки брать неудобно пересыпаем тазик и тонким слоем высыпали вот так вот снова засыпали его вот так снова высыпали тонким слоем засыпали вот вот но некоторые тонкости обещают позже ну-ка видно что там что-то получается ага пока еще съемка идет опять так опять так вот сейчас еще засыпали опять так и кстати я готовлю это для вас я вам знаете что пришел январь вот и я уже буду вам высылать через неделю-две я начинаю высылать уже в сором песке вот частью оставляю себе контрольное все у нас бывает аномальные зимы и даже аномальные леты никогда не мешает страховка никогда так так еще заметьте я еще половину не уложил дело в том что один из секретов заключается в том что если не хватит влаги туда будут сходить семена но первые торопыги которые взойдут высосут себя как губка всю влагу а те которые останутся захотят зайти позже им уже влаги до схода уже не будет все 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 не будет значит что из этого следует из этого следует что надо песку чтобы было достаточно не экономить на песке так все песок кончился так сейчас как раз получается пол ведра и мне сейчас предстоит повторить снова набрать 6 частей песка одна часть воды и снова размешать и как раз получится и ровно все вместится вот эта банка трехлитровая в 10 литровом ведре так ну не повторять же это на ваших глазах вы уже видели на половине работы вот это пол работы сделано вы уже видели что можно говорить о чем то уже следующем вот это есть сертификация теперь осталось обеспечить это ведро температурой можно от минуса 1-2 но не больше 2-3 градусов иначе взойдет раньше времени вот так друзья ну-ка запись еще идет идет а мою морду видели она в экран часто не влазит но дело в том что не все знают кто такой железо вот он видите вот и не все знают что вся эта красота я живу в Сибири вот и кто со мной познакомится лишим не будет все время новые новые люди я узнал случайно 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 и о том что в Сибири можно эту всю красоту вырастить ну вот так это есть маленький фильм и все время кажется что я что-то ценное не сказал так еще надо пару советов дать ну-ка я сяду так вот он я вот идет значит следующий момент высадка сроки высадки слив обычно это 3 месяца так у меня часть слива распасована еще сухими вот эти же сухими там по 10 штук и вот и я смотрю так Сибирь Дальний Восток Урал Средняя полоса России Юг России Юг России заказывает вот это вот это же Дальний Восток это Китай понимаете но уже Китай которая несколько сотен лет пожили уже в России в Дальнем Востоке и уже выдерживает 40-45 градусов я бы не пробовал но наверное 50 выдержал вот ценность необыкновенная представляете плевать не надо вот а европейцы европейцы свои европейские русские сливы венгерские сливы ну и еще много чего вот кроме вот этих самых китаях и китайцы пойдут на юг а на юге догоняйте о чем пойдет то есть на юге то можно садить в марте а сейчас январь а я всегда определил средний срок это опыт многолетний опыт 3 месяца до слив не значит все взойдут чуть опоздали зазидела трава с неба поступает команда прекратить схожесть и ваши сливы вот эти вот будущие 3 месяца все правильно но пропустив срок тот самый когда все в природе просыпается они будут целое здоровое если мы мышам не позволить их съесть и на следующий год я такие примеры приводил я тоже попадался я тоже на эти грабли наступал на следующий год грядка вся зеленая как ничем не бывало а первый год ни одного схода когда мы пропустили сертификация уже все проверено отмеренность вот эти соотношения воды с песком сроки но срок 3 месяца он средний средний вот чуть меньше он может быть для европейских сливов ну догадьтесь почему там лет короче там лета длиннее зима короче а именно сейчас я делал один из вариантов китайских сливов слива которая официального названия не имеет называю ее сам и это я придумал красное желтое хотя отличить от других а так строение дерева такое же скелет такое же листья такое же ничего не отличается размеры красно-синий красно-желтый красно-розовый вот это понимаете это расхождение непринципальное все они вкусные уссористка желтое чуть отличается она самая вкусная вот и на нее хуже прививается извините проверено вот это обязательно надо иметь в виду ну и докачиваю эту мысль которая меня теребила значит придет заставить заказ из краснодарского а почему нет старопольский а почему нет с ростовской области почему нет а потом уже пошел брест какую я стрелу отправлю а ученики конечно же уже ту которая странирована ровно три месяца осталась для уссетки до марта а если придет как вот последний был из Тайшета это из Новосибирска вот из Иркутска из Томска Омска Красноярска еще сухие будьте добры строить или закажите попозже но у сухих слив тоже есть свое преимущество у сухих косточек слив есть свои преимущества вот особенно разница сказывается весной я высылаю сухие уже не высылаю я высылаю допустим в марте сфиксированы пока доходит 10 дней допустим на почте 7-10 дней уже могут сейчас проснуться их надо срочно садить а в Красноярске снег лежит а в Новосибирске снег лежит может быть такое может но тут уж полностью угадать 100% невозможно значит нормальные люди я отношусь к ним с таким легким таким ну что же вы делаете то садят по горшками на подоконник они просто вот такие вот прекрасно все Валерий Костинович красота высадили потом через месяц они подохли или просто сидят и не хотят расти они опередили свое время свои сроки вот эти стадийные что получается проклюнулись до упора держится холни уже пошли вот такие хвосты да в горшок и куда и опять тот же холод есть место в холодильник нет погреб задержать развитие вот теперь я сказал все вот фильмы то есть такие же были все таки стол тот же все тоже чуть ли не те же банки но прошло время те фирмы похоронили среди тысяч моих других фирмы вот попробуйте их найти я сам иногда найти не могу все заканчиваем благодарю за внимание жду от вас заказы почему бесценные вещи не замерзают не пропускают урожаев на осенецкое дерево посадить вот это чудо уникум я в европе сады так были это еще два слова два дня три я провел 8 метров от Москвы огромный дачи массив чего я там только не видел изуродованные паршой яблони все изувечены людьми посажены все в углубления все все эти красивые сделали эти бордюрчики из ярко-белых камней все это самое кругом раны штамбы вот деревья покрыты мхом до верхушек и чему подчеркиваю волочная вишня это тоже Дальний Восток волочная вишня нашел две плоды как ноготь на мизинце есть невозможно больные обойдя сотни сотни деревьев меня везде пускали слух прошел в Сибири приехал авторитет в Новом Мичуре нам называют бойлос ой это сливы были только черновые так их называют ну то есть невкусные когда сливы невкусные называют черновые вот помните как этот самый американский фильм когда лис поймал этого самого кролика тут собрался его может тебя поджарить может тебя сварить нет не надо мне только кинь терновый куст если нет не так да вари меня жаль меня навертелья что угодно не кидай в терновый куст умоляю не кидай в терновый куст лис берет этот кролик и зашвырнул в терновый куст тот значит отряхнулся стал скажем спасибо терновый куст мой дом родной но подозреваю что он колючий так вот я кроме колючек ничего в подмосковье не нашел это что нормально домашние сливы были китайских слив не было это нормально венгерок не было а это европейки вот поэтому есть у меня венгерки есть черносливы есть у меня как вы врать белый низ черный низ есть вот на платформе есть что есть но пусть будет маленький дефицит нет у меня дефицита и зато у меня вот так вот видно будет не видно ну-ка зато у меня видели многое кончается ребята я имею ввиду сливы вишни груши и так далее только абрикосы надевать некуда и ну-ка там видно было что я открывал холодильник а наверное все заканчиваю или вы закажете у меня сейчас с высоким процентом схожести так или в магазине их полно не в кислые все магазинные сливы кислые даже вот такие вот роскошные все отравленные 40 обработок вот а вырастить вот это вот проще прощипали на репорт благодарю за внимание жду от вас заказов и и и и и и